Я сейчас нахожусь около приемной Государственной Думы Российской Федерации, где хочу сдать 446 обращений жителей улицы Кравченко против установки дорожных знаков на проектируемом проезде 6089. У нас на Кравченко-16 отняли наш двор. Закладили, застройщик закладил детскую спортивную площадку, у которой существовало 65 лет. Было востребовано жителями 12 окружающих домов, в том числе двумя общежитиями МБУ. Люди там растили детей уже третье поколение. Старше жителей там подрастало. Жители посадили старшее поколение деревья. Вокруг и застройщик варварский вырубил 100 деревьев. И сейчас жители уже более 4 месяцев пытаются остановить это незаконное строительство. Помимо того, что они отобрали кислород у детей, солнце, кислород, производят точечное строительство уже в квартале с перегруженной инструктурой, сейчас у нас отнимают и парковочные места. Застройщик пролобировал установку дорожных знаков. Парковка запрещена. Стоянка запрещена на проектированном проезде, который ведет к 4 социально значимым объектам. То есть на этом проекте паркуются не только жители окружающих домов, но и родители двух детских детей. Родители детей, которые приводят своих детей в два детских сада, в школу. И паркуются посетители районной городской поликлиники номер 11. где им парковаться. То есть в октябре префектура не согласовала застройщику установку этих знаков в связи с тем, что на этом проезде находятся 4 социально важных объекта, что установка знаков написала нам нецелесообразно. Но жители все равно собрали около 450 подписей против установки знака. Через два месяца префектуры и залу у нас господин Волков Александрович принял прямо противоположное решение, и знаки под прикрытием полиции были установлены. На возмущенных жителей, которые пришли с детьми и с колясками, пригнали два автобуса полиции. И забрали пятерых наших жителей, и теперь им обменяют административное правонарушение. Когда жители защищались за свою малую родину, били чеченцы, бандиты с ножами, это вся информация есть в интернете, если вы наберете кратчинка 16, приезжала одна машина полиции, которая стояла в стороне. Мы, когда устанавливали знаки, мы спрашивали, где же была полиция, когда нас били бандиты, когда приезжали чеченцы. Вот сейчас мы сдаем, мы уже, куда только не обращались, мы сейчас уже обращаемся на федеральном уровне, потому что власти Москвы нас не слышат, присылают только отписки. Вот сейчас мы обращаемся к депутатам Государственной Думы, и сдаем наше обращение. Здесь тема, что жители протестуют против установки знаков на проезде 6089. Эвакуация машины уже началась. Вчера была эвакуирована дозель с человеком внутри, в который дан ствал. То есть по заявке председателя ЖС Казотова, это застройщик, приехал эвакуатор и увез машину с человеком внутри. Ну, хорошо, значит, люди обнаружили, то есть его друзья обнаружили, что это нет, и что он спит в машине. И машина была остановлена там через несколько километров. Смотрите об этом репортаж, тоже в соцсетях, в соцсетях уже нас многие поддерживают. Спасибо за поддержку. Мы будем защищать нашу малую родину. Нам уже некуда. Продолжение следует...